МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Выборы не за горами. Члены УИК проводят подомовой обход избирателей. Бесплатная стерилизация и кастрация животных. Где делают такие операции? 45-й лыжный мемориал Музрукова прошел на лыжной базе. Его посетил олимпийский чемпион Никита Крюков. Далее расскажем обо всем подробно. Если вечером раздался звонок в дверь от незнакомца, не спешите его прогонять. Возможно, это члены участковой избирательной комиссии. С 17 февраля по 7 марта они будут проводить подомовой обход в рамках проекта «Информу ИК». Специалисты расскажут саровчанам о ходе проведения выборов в этом году. Члены УИК будут ходить в будни с 17 до 20 часов, а выходные с 10 до 18.00. При себе они будут иметь вот такие вот значки, планшеты, жилетку, бейджик, удостоверение члены избирательной комиссии. При обходе специалисты будут выяснять у жителей города предпочтительный способ голосования. На этих выборах их будет четыре. Дистанционная электронная, выезд избирательной комиссии на дом, на участке по месту регистрации и любом, если вдруг вы будете в поездке. О том, как это сделать, расскажут члены УИК. В ходе подомового обхода члены УИК приглашают избирателей на выборы президента Российской Федерации. Значит, информируют, во-первых, о датах и способах голосования, о месте нахождения избирательных участков. Впервые выборы президента Российской Федерации пройдут в три дня – 15, 16 и 17 марта. Дополнительную информацию можно уточнить у члена УИК либо в территориальной избирательной комиссии по адресу проспект Ленина, 20А, кабинет 101, а также по телефону 99021. С начала 2024 года в регионе зарегистрировали 422 пожара, в которых погибли 38 человек, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ещё 34 нижегородца получили травмы разной степени тяжести. В 2023 году на 26% меньше. На сегодняшний день специфика обстановки с пожарами, она в первую очередь связана с сезонностью, с тем, что в регионе наблюдается холода, которые пришли уже с начала зимы, и мы наблюдаем ухудшение обстановки с начала декабря. И были такие дни, когда количество пожаров в сутки доходило до 30. 70% пожаров происходит в квартирах и индивидуальных домах. Большая часть погибших приходится на частный сектор. В выходные дни нередко специалисты тушат возгорание в банях и сараях. В основном причинами трагедии становятся нарушение правил использования электроприборов, неисправность печей или дымохода, неосторожное обращение с огнём. Нужно знать, что нельзя эксплуатировать электрооборудование, электропроводку с механическими повреждениями, с видимыми повреждениями. Перегружать сеть большим количеством электроприборов. У нас как часто бывает. В одну розетку мы включали, чайник, микроволновку. Особенно сгусток электроприборов у нас бытовых, где в квартире, на кухне, там больше всего находится. Чаще всего там и происходят вот эти вот вещи. Также нужно грамотно подбирать приборы от перегрузки печного оборудования. Часто пожары происходят в местах пересечения дымовых труб, чердачных и межэтажных перекрытий. Именно здесь, как правило, когда идёт топка печи, идёт максимальный нагрев трубы. И температура не только на внутренней, но и на внешней поверхности трубы, она достигает таких значений, что способна воспламениться рядом находящиеся горючие строительные конструкции. Поэтому и есть у нас и в нормативных документах, и у печеников есть такое понятие, как противопожарная разделка и отступка. Нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями, нельзя оставлять детей рядом с оборудованием без присмотра. Неосторожность при курении и при совершении ритуалов также становится причиной пожара. На 100% минимизировать риски нельзя. Бывают случаи, когда возгорание происходит внезапно. Например, телефон может воспламениться на зарядке или холодильник выйти из строя. Специалисты рекомендуют установить автономный домовой пожарный извещатель. Прибор среагирует на дым, который возник на ранней стадии. Громким звуком оповестит человека о возгорании. На протяжении года автономная некоммерческая организация «Подари жизнь» совместно с ветеринарной клиникой «Свой доктор» реализует проект «Центр бесплатной стерилизации и спасения». Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Владельцы кошек и собак могут бесплатно стерилизовать и кастрировать своих питомцев. Такой возможностью могут воспользоваться несколько категорий граждан. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи участников СВО. Сейчас на данный момент уже мы выполнили свою квоту. То есть по проекту заявлено стерилизация 50 собак и 350 кошек. Но поскольку данная услуга пользуется огромной популярностью, но это, собственно, понятно, потому что далеко не все пенсионеры или инвалиды могут найти деньги на стерилизацию, особенно собак. Она гораздо дороже, чем у кошек. А здесь возможно сделать это бесплатно. «Оно. Подари жизнь» уже вышло за рамки квоты. Прооперировали более 60 собак и 380 кошек. Благодаря Фонду президентских грантов клиника приобрела специальное оборудование, которое снижает риски при проведении операций. Это и мониторы, и пульсоксиметры, и другая необходимая аппаратура. Каждое животное проходит предоперационный осмотр. Помимо самой стерилизации ветеринарная клиника оказывает предоперационное обследование животного, куда входит общий анализ крови, ЭКГ и УЗИ. И именно по его результатам ветеринарный врач дает допуск на операцию животного либо направляет на дополнительное обследование, если есть какие-то показатели, которые не дают прооперировать животное прямо сейчас. Проект реализуют в клинике не впервые. Раньше на средства гранта только стерилизовали кошек. Теперь ветеринары проводят и кастрацию. И еще включили в проект собак. Когда вы обращаетесь на горячую линию, то нужно иметь, и приходите уже на операцию, то нужно при себе иметь удостоверяющие документы. То есть это либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение по инвалидности, либо многодетные, либо как раз участники СВО. И уже по ним вас записывают и принимают. Также оно «Подари жизнь» оказывает бесплатные ветеринарные услуги для животных, малобеспеченных граждан или для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Проект Центра бесплатной стерилизации и спасения продлен до конца апреля. В клинике «Свой доктор» работает горячая линия. Консультация и запись по телефону. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Открытие 45-го лыжного мемориала Музрукова прошло торжественно и ярко. От факела огонь соревнований в чаше зажгли именитые лыжники. Ирина Хазова, Сергей Шаров и Никита Родионов. После этого старт на спортивной дистанции дал специальный приглашенный гость. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Традиционный зимний праздник спорта прошел в два дня. На старт вышли порядка 2000 человек в нескольких забегах. В этом году лыжный мемориал приурочили и к памятной дате. 120-летию со дня рождения Бориса Глебовича Музрукова. Одним из его выдающихся мероприятий это была организация спортивных соревнований и массового отдыха, связанного с лыжами. Консекцию, в которой он возглавил сам. Ну и конечно мы с вами помнят замечательные трудовые и общественный подвиг этого замечательного человека. Отдаем дать памяти ему. В 45-й раз наш мемориал собирает самых юных, уже внубленных сединами, служащих, рабочих, студентов. Это говорит о том, что традиция жива. Это говорит о том, что традиция была заложена правильная. Это говорит о том, что мы сохраним ее в будущем. На старт вышли как саровчане, так и иногородние участники. Помимо спортивных дистанций, в рамках мемориала прошли забеги на 3 и 5 километров в рамках сдачи норм ГТО. Я стараюсь не пропускать это мероприятие уже много-много лет. То есть это такой праздник спорта, праздник встречи. Ну, в общем, короче, спорт – норма жизни. Поряжает. Атмосфера великолепная. Организация хорошая. На двухкилометровую дистанцию без учета времени вышли руководители внеев, города и ветераны спорта. В массовом забеге приняли участие все желающие. После этого наградили победителей и призеров спортивных забегов по возрастным группам. Настоящим подарком для саровчан стал приезд олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Никиты Крюкова. Звездный спортсмен поздравил горожан с открытием мемориала, а после встретился с поклонниками спорта в здании лыжной базы. Для города, тем более для закрытого города. И в связи с этим иметь вот такую хорошую лыжную трассу, летом роллерную трассу, это достойно. То есть вы должны радоваться, что у вас такое есть. Всегда кажется, что у других есть, а у нас не ценим то, чего имеем. Здесь надо благодарить, что такое есть. Никита Крюков поговорил с гостями о спорте, мотивации, личной карьере, спортивных достижениях. Полное интервью с лыжником смотрите в программе без комментариев. Во второй день в мемориала Музрукова прошли эстафетные гонки среди всех возрастных групп. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В уникальности Сарова нет сомнений. Город, в котором переплелись православие, наука всегда привлекал внимание туристов за КПП. Попасть в наш город может далеко не каждый. Грамотно и интересно показать все достоинства, знаковые и уютные места счастливчику могут добровольцы. В молодежном центре прошла встреча школы волонтеров гостеприимства из ВИКСы. Волонтерство гостеприимства – это движение тех, кто любит свой край, свою родину, свою малую родину, свой город. И тех, кто хочет об этом рассказать всему миру, всему свету. Мы хотим обучить ребят, найти активных ребят, которые будут готовы присоединиться к движению, стать волонтерами туризма и гостеприимства и рассказывать про город Саров. В идеале наша мечта такая, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом городе Нижегородской области было муниципальное отделение этого большого движения. Первые волонтеры гостеприимства появились в 2019 году в Ставропольском крае. За пять лет движение охватило 47 регионов России и дружественные страны. Волонтеры из ВИКСы создали в нашем регионе выездную школу, в рамках которой посетят Бор, Павлова, Саров и Навашина. В 2023 году я выиграла грант в рамках конкурса «Драйвера роста». Это наш областной грантовый конкурс на проведение выездных школ. Ребята, благодаря участию в наших мероприятиях, на самом деле сами узнают, какие же интересные места есть в Ньюгороде, и что они зачастую забывают, что туда тоже можно сходить, отдохнуть, где-то как-то развлечься, покушать, что-то посмотреть. В ваш город попасть сложно, но ребята могут делиться этим на медиаресурсах, снимать видеоролики, писать статьи, рассказывать, какой же интересный город есть, хоть сюда и трудно попасть. Гости познакомили саровских студентов и активистов со своим проектом, провели тренинг по компетенциям. На креативной сессии саровчане создали туристический маршрут города. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Проект «Мам-футболиста» в нашем городе проводится впервые. Конкурс приурочили к году семьи. На него зарегистрировалось пять мам. Всем им предстоит пройти несколько этапов. Снять видеовизитку «Утро на спорте», пройти кулинарный конкурс «Битва салатов», принять участие в фотосессии «Будь в форме», выполнить испытания «ГТО легко», стать организатором благотворительной акции «Команда добра». Даже если, да, мы все предполагаем, даже если на какой-то этап мама не смогла по тем-либо иным причинам подойти, да, она обязательно вернется в строй и будет дальше проходить по другим этапам. И только в конце мы скажем, кто стал лучший из лучших. Титул «Лучшая футбольная мама Сарова» получит участница, набравшая наибольшее количество баллов на всех этапах. Мария Иванова отмечает, что с мероприятий никто не уйдет без подарка. Жюри обещает быть справедливым, но не строгим. У нас есть сюрприз для всех мам. Всех их обязательно ждут определенные номинации. И в принципе, я не исключаю того, что, может быть, произойдет какое-то чудо. И, может быть, каждый оденет корону и, в общем, скажет, что да, я достойна сегодня этого звания «Лучшая мама». Может быть, у всех будут номинации. То есть, как развернуться события, я не знаю. Но у нас мы предусматриваем разные варианты. Первая встреча с мамами прошла в дружной и теплой атмосфере. Участницы познакомились, рассказали о себе. И для каждой из них это новая ступень. На конкурс они пришли, чтобы зарядиться новыми эмоциями. Хочется, наверное, познакомиться с новыми людьми. Интересно, что-то для себя открыть. Ну и вообще, вот, например, я мама в декрете. Мне хочется немножко каких-нибудь эмоций. Охота посоревноваться, наверное, в чем-то, в чем сможем. Как бы мальчишки, чтобы наши увидели, что мамы не только могут с ними на футбол ездить, болеть за них, а могут еще себя показать. Почувствовать себя женщиной, потому что там очень интересно. Финал конкурса «Мама-футболиста» пройдет 30 марта в Молодежном центре. Все участницы примут участие в показе мод, а также пройдут интеллектуальные конкурсы и выполнят творческое задание. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Рисунки, аэрография, резьба по дереву, декоративные композиции, вязаные и вышитые салфетки, авторские и народные куклы. Таким творческим многообразием может похвастаться семья Позняковых. Квач. По словам научного сотрудника Музея народной игрушки Ольги, все началось с ее дедушки Виктора Михайловича Артюхина. Во время Великой Отечественной войны он был летчиком. В детстве учился в художественном училище. После войны стал инженером-строителем. Участвовал в восстановлении городов Советского Союза. В семейном архиве хранятся его графические и акварельные зарисовки. Его дочка, моя мама Наталья, стала художником, искусствоведом. То есть человек очень творческий, очень увлеченный. В свое время встретила такого же увлеченного художника, моего папу. И в творческой семье он художник, дизайнер, тоже искусствовед. У них много совместных творческих проектов, в том числе и выставочных, и искусствоведческих. Поэтому здесь представлены и художественные работы, буклеты, которые папа как дизайнер делал. И также небольшие такие книги о народных промыслах и о творчестве художников нижегородских. Сама Ольга Познякова тоже стала художником, педагогом. В детстве она мечтала стать учителем начальных классов. Работа в музее позволила воплотить мечту, совмещать творчество и наставничество. Вместе с детьми я изучила народную куклу. Мне она очень близка, очень интересная. На выставке представлены мои работы именно в технике народной куклы, скрутки, бесшовным способом. Старшая дочь Анастасии и младшая Анюта, они такие художественные, творческие, яркие. Старшая дочь закончила театральное училище по специальности «Художник-бутафор». Сейчас больше работает с живописью и графикой. Младшей дочери 11 лет. Сейчас она обучается в отделении дизайн одежды и ткани в Дыши номер 2. Их работы тоже представлены на выставке. Экспозиция Позняковых «Квач» стала первой историей проекта «Все начинается с семьи». Он задумывался сотрудниками музея давно. Удачно совпало, что реализовать его получилось в год семьи. Проект «Все начинается в семье» – это способ показать, насколько талантливы у нас семьи, насколько сильна взаимосвязь поколений, когда знания, умения, таланты передаются из поколения в поколение. Впереди гостей музея ждут еще четыре выставки. Любой желающий может принять участие в проекте. Если у вас творческая семья и вы хотите о ней рассказать, поделиться своими работами с саровчанами, обращайтесь в Музей народной игрушки. Подробную информацию можно получить по телефону 6 64 94 или в группе учреждения ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С шеф-поваром Татьяной Расторгуевой клуб общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос» сотрудничает с 2021 года. Под ее руководством ребята начали готовить различные блюда. Многие участники благодаря кулинарным мастер-классам научились резать, обращаться с ножом и другими предметами. Из таких занятий родился проект «Инклюзивная кухня про вкус», который выиграл областной грантовый конкурс «Драйвера роста». Как итог проекта, «Лотос» выпустил сборник-каталог рецептов, которые готовили ребята. Теперь участники клуба могут повторить понравившееся блюдо дома. Для того, чтобы ребята уже в домашних условиях развивали свои бытовые навыки, умели самостоятельно себе что-то приготовить не только себе, но и своим близким. То есть таким образом мы развивали и социализацию молодежи с ограниченными возможностями здоровья, потому что на наших кулинарных классах также и присутствовала норма типичная молодежь. Часто нам помогали волонтеры клуба на сайт. На мастер-классах ребята общались, знакомились, помогали друг другу, готовили общие блюда. Молодежь с ОВЗ развивала бытовые навыки, самостоятельную работу. Блюда, выбранные для занятий, простые, не требующие много времени и, самое главное, полезные. Для приготовления не используют майонеза, сахара и других вредных продуктов. Мы не используем майонезы, мы не жарим во фритюре. То есть более-менее стараемся, чтобы это было все-таки правильно и параллельно что-то всегда еще ненавязчиво так обсуждаем в пользу ПП. Ребята очень дружные, они прям коллективом уже тут работают. У нас работа слаженная. А дальнейшие готовить и готовить. Еще очень много блюд, которых можно с ними будет реализовать. Проект «Инклюзивная кухня «Про вкус»» уже завершился, но ребята продолжают осваивать кулинарное мастерство. Татьяна Расторгуева и Екатерина Неконорова уже думают о новом проекте, где учениками бы выступили дети с ОВЗ, а участники «Лотоса» – наставниками. Ребята уже получили каталог с рецептами. Я надеюсь, что они им пользуются и дома готовят по нашим рецептам. Кроме того, в каталоге еще и фотографии со всех кулинарных мастер-классов. И этот каталог будет реализовываться, конечно же, еще в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», который мы запустим в конце апреля. Все горожане во время мероприятий благотворительного марафона смогут приобрести каталог. Все вырученные средства пойдут на поддержку людей с ОВЗ. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Добряшу полтора года. В Муртом он попал из госветучреждения. А туда его подкинули. Осенью прошлого года кот переболел ковидом, прошел реабилитацию. Его вакцинировали, он пришел в норму и теперь ждет, когда его заберут домой. Добряш прекрасно ладит с детьми, любит ласкаться и мурлыкать. Отлично подойдет в семью, где есть детки, потому что будет им идеальным компаньоном по всем играм, шалостям и вообще по любым каким-то активностям. Но единственное наше предупреждение, что Добряша, конечно, лучше брать единственным котиком в семью. Опять-таки из-за того, что у него был коронавирус. А так все хорошо, котик здоров, котик астрирован, вакцинирован. Поэтому приходите, знакомьтесь и забирайте его домой. Свой дом ищет и кот Гусар. Судьба хвостатого непростая. Зимой прошлого года малыша нашли в технопарке со сломанной задней лапой. На лечение ему собирали всем соровом. Оказалось, что ранее Гусару уже делали операцию и вставляли спицу в лапу. Когда пришло время вытаскивать спицу, кота не привезли на прием. И это дало весомое осложнение. Сейчас у Гусара все хорошо. Он проходит реабилитацию и ждет своей очереди на вакцинацию и кастрацию. По анализам выяснилось, что у него есть вирус иммунодефицита кошек. Для уличных это совершенно неудивительная история. Поэтому ему можно быть единственным питомцем в семье именно кошкой. То есть он может жить с собаками, естественно, он может жить с людьми, но котиком он должен быть одним в семье. И тогда все будет хорошо. То есть это заболевание никак не проявляется, терапии не требуют. Но вот есть именно такое предостережение. А так котик шикарный, котик ласковый. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или пишите в группу приюта ВКонтакте. На прошлой неделе правоохранители составили сорок семь административных материалов на саровчан, которые уклоняются от оплаты штрафов. Согласно статье 32.2 их нужно погасить не позднее 60 дней со дня наложения. До августа 2023 года срок привлечения к административной ответственности за нарушение сроков уплаты административного штрафа составлял 90 календарных дней. После августа 2023 года данный срок был увеличен до одного года. Некоторые водители, имеющие штрафы, ошибочно полагают, что за просрочку платежа ничего не будет. Однако это может привести к большим неприятностям. Автомобилиста могут доставить в отдел полиции или прямиком в суд для дальнейшего разбирательства. На должника могут наложить штраф в два раза больше изначального, назначить административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до пяти часов. По итогам 2023 года в Нижегородской области на 17% увеличилось количество аварий, которые случились по вине водителей автобусов. Также выросло число пострадавших. В связи с этим в Сарове пройдет рейд «Общественный транспорт». Инспекторы будут проверять соблюдение скоростного режима, загруженность автобусов и маршруток, наличие документов на перевозку и техосмотр. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. День всех влюбленных оказался неудачным для доставщика пиццы. У подъезда дома на курьера напали, отобрали заказ и повредили авто «Форд Фокус». Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». 18 февраля с избиениями в приемный покой поступил 32-летний мужчина. Получил, с его слов, при драке у кафе по улице Курчатова. Диагноз поставленный в КБ-50 – ушибленная рана подбородка, ссадина и алкогольное опьянение. В одном из магазинов по улице Куйбышева саровчанка украла продукты на сумму около 2,5 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и нашли преступницу. Выяснилось, что женщина ворует уже не в первый раз. До этого она привлекалась за мелкое хулиганство. Улов крупнее получил уже известный многим саровчанам мужчина, который представляется специалистом по дезинсекции. Зарегистрировано сообщение от гражданина, проживающего по улице Московская о том, что неустановленное лицо похитило денежные средства в сумме 13,5 тысяч из его квартиры. Как было установлено в ходе проверки, саровчанину позвонили в дверь, сказали, что предложили поморить таракан в квартире. Он пустил гражданина, тот обошел квартиру, просто осмотрев, дабы установить, сколько вещества ему необходимо с собой взять. После ухода липового дезинсектора саровчанин понял, что его обокрали. Как сообщили в полиции, преступник в данный момент находится в лечебном учреждении с психическим расстройством. Интернет-мошенники не дремлют. На прошлой неделе у двух саровчан злоумышленники взломали аккаунт на госуслугах. В этот же период пенсионер нашел банковскую карту и оплатил ею покупку на 3 тысячи рублей. Сотрудники полиции еще раз напоминают о том, что если вы нашли чужую банковскую карту, то расплачиваться ей категорически запрещается. Если вы обнаружили чужую банковскую карту, стоит обратиться либо в банк, либо отнести ее в дежурную часть отдела полиции. За хищение денежных средств с банковского счета грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Варвара Латухова, Варвара Кулькова и Дарья Ермакова выступали за регион в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в команде. От Сарова это была самая юная команда в возрастной категории 11-12 лет. Девочкам впервые довелось участвовать в соревнованиях такого уровня. Несмотря на мандраж и волнение, юные батутистки смогли преодолеть себя и заняли второе место из пяти команд. По словам тренера, для первого раза это хороший результат. Они тренировали долго, довольно. Довольно долго мы тренировали, наверное, месяца три. Мне результат понравился. Стремлания, конечно, были трудные, но мы хотя бы не прошли чуть-чуть. Но все равно нам было весело то, что мы прошли, там у нас настроек такой был хороший, но вот комбинации нас подвели чуть-чуть. От Сарова выступали еще две команды. Девочки и мальчики в возрастной категории 13-16 лет. Они принесли региону бронзу и серебро. Для ребят первенство ПФО стало сильной мотивацией работать и совершенствовать свою технику. Был себе большой заряд мотивации делать что-то больше, сложнее, выступать на подобных родных мероприятиях. Девочки, которые вроде бы нашего возраста, прыгали сложнее и может чуть легче. Я почти сделала свои самые сложные комбинации. Девочки были очень сильные. Если бы я не упала в знаниях, я бы могла заехать в место. Было сложно собраться с мыслью, чтобы сделать все хорошо. А трудности какие-то были? Трудности. Ну, стараться надо лучше делать. Было трудно, ну, для меня именно, потому что я делал среднюю комбинацию, по словам, и там надо было получше подготовиться. Все равно нормальный результат показатель. В личном первенстве золото в копилку региона принес Андрей Полетаев. Он выиграл в прыжках на двойном мини-трампе. Спортсмен уверен, что успех во многом зависит от настроя, собранности и ясного ума. Андрей мечтает сделать большую спортивную карьеру. Заслуженным мастером хотя бы стать. А потом? Чемпионом мира. Дальше уже так. Ну, двухкратный, трехкратный уже дальше идет. Дальше олимпийские игры выиграть и все. На чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе участвовали более трехсот спортсменов из семи регионов. В Тольятти саровчане открыли соревновательный сезон. Уже скоро новые старты. Следующий старт у нас, мы готовимся, ну, планируем. У нас всероссийские соревнования в апреле. Это планируем, не знаю, поедем пока, еще неизвестно. В этом, в Ярославле всероссийские соревнования. Кубок Ярослава Мудрого. И область у нас, первенство области, чемпионат будет апрель-май месяц. Тренируются спортсмены у Александра Абакарова, Анатолия Меньшенина и Ольги Серовой.